Здравствуйте! Меня зовут Елена Кузовкина. Это очередной выпуск программы Ко мне. Я готова представить нашу новую героиню. Это Ася. Ей примерно три года. Ася живет в приюте не так давно. И у нее была хозяйка, правда, не очень хорошо за ней ухаживала. И сейчас у Аси есть человек, человек-друг, который ее любит, о ней заботится, но при этом надеется, что у Аси появится свой дом и свой собственный любящий хозяин. Когда собака попала в приют, ей требовалась срочная помощь ветеринара. На морде развивалась опухоль, которая со временем превратилась в открытую рану. Именно тогда Асю и заметила Татьяна Посеченко. Женщина забрала собаку домой, пенсии хватило, чтобы оплатить лечение. После операции была длительная реабилитация, капельницы, уколы. А когда Ася выздоровела, ей пришлось вернуться в Ласку. В небольшой квартире Татьяны Владимировны уже живет две собаки и тоже из приюта. Расскажите об этой собаке. Какая она? Она очень активная, такая себе добрая собачка, с детьми будет ладить. Ну, я даже не знаю, где она будет жить. Может и на улице жить, может и в квартире жить, но она очень активная. Так что нужно за ней уход. Главное, глаз да глаз. Татьяна Владимировна приходит в приют три раза в неделю, вот уже семь лет подряд. Она стала волонтером Ласки, ведь так женщина может помогать животным. Только собак здесь более 600 и каждой необходимо внимание. Наша съемочная группа приехала в приют в выходной день. Увиденное нас приятно удивило. На дрессировочной площадке были люди, волонтеры. Они выводили собак на прогулку одну за другой. По возможности покупаем корм. Сегодня вот привезли гречку, лекарства. Ну, потому что жалко животных. Я выражу от всех телезрителей, от меня лично вам благодарность. Спасибо. Спасибо, что вы есть. И если будет больше волонтеров в приюте Ласка, то большее количество собак сможет погулять, порезвиться. Да, человек может сказать, что ему нужна помощь. Животные этого сказать не могут. Ну, я думаю, что доброта спасет мир. Сейчас, когда сошел снег, можно заниматься дрессировкой на прогулочной площадке. Наша героиня пока неохотно выполняет команды. Ей больше нравится, когда человек чешет за ушком. Но специалисты говорят, нужно время и терпение. Ведь абсолютно все собаки умные и неважно, средословные они или дворянского происхождения. С собаками, которые не имеют породы, ну, их можно считать как бы изначальным эталоном, эталоном, что ли. То есть это некая смесь каких-то качеств индивидуальных. Среди дворняжек точно так же есть великолепно дрессирующиеся собаки, то есть там с мегаинтеллектом. Есть прекрасные нюхачи. Они не являются узкими специалистами. Это неплохо. Пусть они будут разносторонними личностями, и они очень хорошо в этом плане подходят для, ну, обывателей, скажем. Приют для животных «Ласка» расположен за городом, и найти его нетрудно. Но если вы хотите стать волонтером, не стоит ехать без предупреждения. В официальной группе ВКонтакте есть правила посещения приюта. Там же можно заполнить анкету и задать вопросы администраторам «Ласки». Если решение принято, то вот несколько советов. Не стоит одеваться как на праздник. Возьмите с собой то, что не жалко испачкать, и сменную обувь, а то мало ли на что здесь можно наступить. Особенно в жаркую погоду не забывайте питьевую воду для себя и угощения для животных. И еще не ставьте перед собой цель выгулить как можно большее количество собак. Только одному псу необходимо находиться на свежем воздухе не менее 30 минут. Ася и Татьяна Владимировна эту норму выполнили. Собаку вновь вернули в помещение, где она продолжит ждать своего хозяина. Давай посмотрим в камеру еще разок. Вот это у нас Ася с таким необычным окрасом. Мордочка наполовину черная, наполовину белая. А тельца у нее пятнышки. Да, ее недавно подстригли, а так говорят, собачка у нас пушистая. Если меркнет свет по кошке, на душе скрипутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знает вся ты, это не собак, это не собаки. Нету существа, нету не собаки. Ласкови собаки, мы сильней собаки. Нету существа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова